Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. Сегодня это. Как по-новому будут регистрировать лекарства от редких болезней? Что такое весенний авитаминоз и как его побороть? Какие ежедневные полезные привычки помогут нам справиться с недостатком солнца и витаминов и как правильно подготовить себя к приходу весны? Я, Анастасия Петрук, давайте начнем. Начнем с вопросов, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы отвечаем максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к корреспонденту программы «Объясняем СПБ» прямо на улице и спросить все, что интересует здесь и сейчас. Здравствуйте! Меня зовут Полина и у меня есть вопрос. Что нужно знать об испытательном сроке на работе? Первые месяцы работы всегда сложные. В этот период компания проверяет навыки кандидата, а сам сотрудник смотрит, подходит ли ему его должность. Во время испытательного срока действуют свои правила, и они отличаются от тех, которые нужно соблюдать после окончательного трудоустройства. Например, не обязательно предупреждать начальника за две недели, если решите уволиться. Подробности сейчас расскажем. Испытательный срок при трудоустройстве устанавливают по соглашению сторон и прописывают в договоре согласно правилам компании. Если кандидат начал выполнять свои обязанности до официального оформления, то работодатель должен составить отдельное соглашение. Длительность испытательного срока устанавливает работодатель. Он не может быть более шести месяцев для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей. Трех месяцев для остальных работников. Двух недель, если сотрудника нанимают на срок от двух до шести месяцев. Работодатель не может продлить испытательный срок. Но тут есть одно но. Если сотрудник был на больничном в этот период или отсутствовал по другой причине, тогда время проверки пролонгируют на количество пропущенных рабочих дней. После испытательного срока соискателя принимают в штат, если руководство удовлетворено его работой. Обратите внимание, трудовой договор могут расторгнуть, если работник не справился с обязанностями. Важно знать, что испытательный срок не устанавливается для кандидатов, получивших должность по конкурсу или переводу из другой компании, беременных и матерей детей до полутора лет, сотрудников до 18 лет, а также выпускников вузов и колледжей, которые приступают к работе впервые в течение года после окончания обучения. Деньги человеку не были начислены своевременно. А судом было признано право на их получение. При этом размер компенсации исчисляется со дня после того, как работник не получил зарплату по день фактического расчета включительно. Еще один важный документ, который утвердил президент, касается регистрации лекарств для лечения редких болезней. Теперь эта процедура значительно упрощается. С 1 сентября 2025 года она переводится в электронный вид через федеральную государственную информсистему. В случае, если редкого заболевания нет в перечне, определенным законом об основах охраны здоровья, при запросе можно прописать обоснование, почему недуг нужно считать таким. Согласно документу, экспертиза такого заявления должна проводиться за 10 дней. Обвозить препараты в Россию с сентября этого года можно будет в течение 12 месяцев с момента регистрации. А без регистрации станет возможно производить индивидуальные генетические медикаменты, которые изготавливают для конкретного пациента из его биоматериала. Для ввода таких лекарств больше не требуется предоставление протокола испытаний. По пушкинской карте куплено уже свыше 53 миллионов билетов. Это данные за весь период действия программы. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она уточнила, что около 20 миллионов билетов молодые люди приобрели в кино. Также глава Минкульта отметила, что участниками программы к концу прошлого года стали порядка 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет. И эта цифра продолжает расти. Напомню, пушкинская карта дает право бесплатно посещать музеи, театры, выставки, кинотеатры и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Номинал карты составляет 5000 рублей. Мы продолжаем наш эфир и переходим к основной теме – как восстановить организм в преддверии весны. С приближением этой поры горожане все чаще заявляют, что у них авитаминоз. И бегут в аптеку, где просят фармацевтов продать им хороший витаминный комплекс. Либо начинают килограммами поглощать апельсины. Но борьба с голодом такого рода требует гораздо более серьезного подхода. О том, когда и в какой форме лучше принимать витамины, а также почему они могут не усваиваться, мы поговорим с нашей гостьей Екатериной Маскевич, врачом-терапевтом, гастроэнтерологом, нутрициологом. Здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Анастасия, я очень рада оказаться в вашей студии. Тогда давайте сразу начнем с места в карьере. Что нужно сделать, чтобы после зимы к весне прийти прекрасным, свежим и довольным? В первую очередь, как бы это банально и странно не звучало, нужно минимизировать стресс. Потому что стресс очень сильно и очень быстро съедает все наши витамины и минералы. То есть вот я правильно питаюсь, все хорошо, пью витамины, и вот пострессую, и все, до свидания, все мои усилия на насмарку? Да, к сожалению, это так. Все наши усилия, все наши приемы, старания, все уходит, только нам стоит пострессовать. Хорошо, а кроме стресса, вот как мы можем себя поддержать? Допустим, я сказала, я не буду стрессовать, не буду обращать внимание на мелкие неурядицы, что мне нужно делать? Восстановить сон, если с ним есть какие-то проблемы. Потому что ночью происходит самый основной процесс, это детоксикация организма, когда выводятся все токсины или шлаки, как у нас принято в народе называть. Так вот, если мы вовремя не ложимся спать, детокс не проходит, мы на утро встаем в не очень хорошем состоянии, разбитыми. И это тоже влияет на поддержку нашего организма. А что значит вовремя? Это для каждого человека индивидуальное время или для всех есть такой общий вариант? Ложимся спать, допустим, в 10. Обращаем большое внимание на то, во сколько вырабатывается гормон, во сколько, в какое время начинает вырабатываться гормон мелатонин. Потому что мелатонин это очень важный гормон, который будет противостоять развитию каких-либо заболеваний. То есть мелатонин, он помогает не только для сна, но он еще борется за наше здоровье? Конечно. Это самый важный гормон, особенно в предотвращении развития онкологических заболеваний, сахарного диабета, неврологических заболеваний. И очень-очень много гормон делает для нас полезного. Поэтому ложимся спать не позднее 23.00. Но максимум 24.00. То есть в 24.00 мы должны уже хорошо спать. Хорошо. А если ты, допустим, ну никак не можешь лечь в 12, ложишься в 2, но пьешь мелатонин, это как-то помогает? С одной стороны, да. Особенно для тех, кто ходит в ночные смены. Конечно, мы же не избавимся от людей, работающих в ночную. Они нам нужны, они помогают нам в каких-то сервисах. Но по возможности, по возможности все-таки стоит ложиться вовремя, если ты не трудишься в ночную смену. Нужно сделать все, чтобы лечь спать. Хорошо. А если, допустим, свет? Человек не может спать без света, и у него всегда включен ночник. Это мешает для выработки мелатонина? Это очень мешает для выработки мелатонина. То есть нужна вот тотальная темнота? Тотальная. Блэкаут, как говорится. Можно надеть маску для сна, либо сделать шторы блэкаут, повесить. Что-то в этом роде. Можно совместить. У меня и то, и то. Хорошо. А какие витамины нужно принимать после зимы, чтобы к весне быть бодреньким? Давайте вернемся... Если к тому, что мы уже не стрессуем, хорошо спим, вовремя ложимся спать... И питаемся. И давайте тогда поговорим про питание перед витаминами. Да-да-да. Самое основное – это питание, потому что питание можно скорректировать более 80% заболевания. Можно даже излечиться от заболевания, только скорректировав питание. Но когда не хватает питания, тогда мы добавляем витаминки. По поводу питания. Питание основное. Лучше без перекусов. Три или четыре основных приема пищи в зависимости от изначального состояния организма. Обязательно полноценное, сбалансированное, правильное питание. Это когда белки, жиры, углеводы, клетчатка. Потому что у нас сейчас идет большинство перекосов. Либо много углеводов, либо много белков. Нужно как-то это все скомпенсировать. И вот когда мы скомпенсировали питание, можно уже говорить о витаминах. И уже дополнительно себе помочь еще витаминным комплексом, чтобы точно быть свеженькими. Да, свеженькими, бодренькими, красивыми, веселыми. Какие витамины? Здесь большой вопрос. Потому что мы все индивидуальны. У каждого запрос индивидуален. Одним требуются одни витамины, другим требуются другие витамины. То есть мы идем к врачу? Конечно, конечно. Самое назначение является очень неправильным действием. Нужно сходить к врачу, сдать определенный перечень обследований. Лабораторных, инструментальных, все, что назначит врач. И только после этого начинаем принимать те или иные витамины. Потому что люди иногда думают, ну а что может быть такого? Вот витамин С, допустим, ну выпью я его лишнего. Ну что случится? А что может, кстати, случиться? Могут образовываться оксалаты в моче, либо камни. В почках? Да. Ну то есть это может привести прямо к серьезным заболеваниям? Это может привести, да. Там нужно понимать, какую форму витамина С принимать. При этом нужно смотреть, какая моча, какой пааж мочи. Это все очень строго индивидуально. Грамотный специалист об этом все расскажет и все подскажет. Вот наш корреспондент Айна Керимова приготовила витаминное блюдо с нудрициологом. Давайте вместе посмотрим, и вы потом скажете свое мнение. Как оно вам? Хорошо. А витаминоз и весна можно сказать синоним. Чаще всего зимой мы недополучаем полезных элементов, и поэтому это важно понять и предпринять некоторые действия. Первое, что нужно сделать, это, конечно, наладить питание. И сегодня как раз таки узнаем о том, как сделать витаминное блюдо вместе с нудрициологом. Для того, чтобы бороться с весенним авитаминозом, лучше использовать каждое утро стаканчик смузи. Мы можем получить большее количество полезных ингредиентов. Ну вот, например, для того, чтобы получить необходимое количество витаминов и микроэлементов из петрушки, нам нужно съесть ее 30 грамм. Это не такое маленькое количество, поэтому переживать ее будет сложно. Если мы ее размельчили, от этого будет больше пользы. Ну а сегодня мы делаем овощной смузи с зеленью. Для этого нам понадобится петрушка, сельдерей, лимон, огурцы и что еще? Хорошее настроение! Мы сейчас будем нарезать имеющиеся у нас овощи и зелень, для того, чтобы они проще поместились в блендер. Чистить надо? Да. Огурец лучше почистить, ну так будет проще употребляться. Все, тогда я чищу. В чем польза именно овощного смузи? Если мы говорим про овощи, то в них практически не содержится сахара. Но при этом овощи дают нам большое количество клетчатки. Клетчатка, с одной стороны, улучшает моторику нашего желудочно-кишечного тракта, с другой стороны, она является питанием для наших полезных бактерий. Тем самым помогает бороться нам с дисбактериозом, потому что полезные бактерии нашего кишечника также вырабатывают витамины. Когда мы нарезаем лимон, важно лимон употреблять именно с кожурой, потому что здесь будет максимальное количество витаминов и в том числе клетчатки. Мы почти все порезали, теперь нам нужно что сделать? Все это положить в блендер? Да. И взбить. Я по всей разу держала блендер в руках, мне кажется, в прошлом году. Так, начинаем. Сейчас мы его разливаем по стаканчикам и даже можно потом добавить еще немножечко лимонного сока. Выдавить это уже индивидуально, по вкусу можно сделать. На самом деле, утренний кофе можно заменить вот на такой вот витаминный смузи. И помним, что в нашем домашнем варианте нет никаких искусственных ароматизаторов, сахара, и тем более он очень сытный и низкокалорийный. Такой смузи снижает уровень сахара, уровень галлистерина. Для профилактики весеннего гиповитаминоза хорошо использовать такие смузи, потому что они будут источником витамина С, витамина К2, витаминов группы В, в первую очередь, фолиевой кислоты. Поэтому для профилактики многих заболеваний мы используем такие смузи. Если быть честным, наш корреспондент пришла и сказала, что не самое любимое ее блюдо оказалось смузи. Что скажете по поводу сюжета? Я, с одной стороны, согласна. Потому что смузи – это действительно огромное количество клетчатки, которое сейчас недостает в основном в нашем рационе. Поэтому да. Но есть одно но. Если у человека есть синдром избыточного бактериального роста или грибкового роста, или, можно сказать, что вздутие, газообразование, и он съест большое количество клетчатки, он может только усугубить ситуацию. Поэтому в данном случае я рекомендую смотреть по индивидуальной непереносимости. Если вам хорошо – употребляйте. И если вам некомфортно – не употребляйте. Плюс, если в желудке есть проблемы, проблемы с кислотностью, с самой слизистой желудка, такой смузи кому-то может быть некомфортным при его употреблении, либо будет болевой синдром. Некислотность повысится. Либо нет, некислотность не повысится. Просто если слизистая повреждена, смузи будет усугублять воспалительный процесс. Поэтому тут нужно смотреть именно с индивидуальной точки, как вам подходит. Ну, то есть не каждому дому по смузи? Нет, абсолютно не каждому. Нужно смотреть, нужно пробовать. В большей степени нужно пробовать и смотреть, подходит или нет. Давайте тогда скажем, есть какой-то универсальный продукт, который всем точно поможет и всем точно подойдет? Нет. Нет, да нет такого. Мы настолько все разные. Конечно, мы все индивидуальны. Нам, и даже мы, мне, допустим, сегодня подойдет одно, допустим, молоко. Буду пить сегодня, все прекрасно. Через неделю это молоко мне может не подойти. Мы до такой степени индивидуальны, и до такой степени у нас очень разнообразен метаболизм. Какие ежедневные привычки вообще могут нам помочь сделать нашу жизнь более качественной? Как мы уже говорили, это правильное питание, своевременное, сбалансированное. Это своевременный сон, это минимизация стресса, либо попробовать на него по-другому реагировать, попробовать, попытаться. Физическая активность очень важна. Вот, то есть зарядка тоже не лишняя. Обязательно. Вот физическая активность, мне кажется, это подойдет всем. Только опять же смотрим, кому что можно. Кому-то бег, а кому-то только лежать в сторону физической активности. Лежать? Ползти. Ползти, да. Ползти в сторону физической активности. Да, если у него совсем нет энергии, то хотя бы ляг в ту сторону, где будешь заниматься физической активностью. Хотя бы смотри по телевизору и уже настраивайся. Мы спросили петербуржцев, как они готовят себя к весне и принимают ли они какие-то витамины? Что вообще они делают? Вот что они ответили. Давайте посмотрим вместе. Давайте. Я обязательно пью витамин D, так как холодная погода и его нехватка. И еще мне мама присылает кедровые орешки. Нет, ничего не принимаю. Держитесь на своем иммунитете? Да. Ну, наверное, надо было готовиться до весны заранее. И зиму, и осень проведет нормально, особенности лета. Ну, отдыхать. Есть витамины. Принимаем витаминки, фрукты, овощи. Это самое главное. И гулять на свежем воздухе. Чем больше двигайся, тем больше здоровья будет. Витамины. Все витамины в еде. Не надо ничего особенного принимать. Ну и настроение себе повышать, насколько это возможно в современных условиях. Весна сама должна мне как-то поднять присутствие духа. А специально я этим не занимаюсь. Просто любой признак весны воспринимается как надежда на будущее. Ну вот, судя по ответам горожан, не у всех есть проблемы с отсутствием витаминов после зимы. А вообще, вот если задать вопрос, каждый ли человек чувствует какой-то недостаток витаминов после длительного периода снега, снега-дождя и вот этого всего, и минуса? Нет, абсолютно не каждый человек. То есть некоторым, как северным медведям, очень хорошо? Им все прекрасно. Есть разные люди. Все, опять же, зависит от генетики, от того, какой образ жизни они ведут. Если кто-то очень много работает физически или очень много мыслительных процессов происходит в голове, они могут на себе ощутить какие-то сниженные функции витаминов. А остальные нужно смотреть по ситуации и по его образу жизни в общей сложности. А давайте еще пару слов про БАДы говорим. Мы с вами до эфира обсуждали. И насколько они вообще в добавлении к рациону могут сделать нашу жизнь ярче? Ну, как я сказала ранее, если мы скомпенсировали все питанием, то и может не понадобиться. И таких случаев я знаю действительно очень много. Но если же не хватило компенсации именно питательными веществами, тогда обязательно нужны БАДы. Допустим, я принимаю витамины, потому что БАДы, что это такое? Биологическая активная добавка к пище. Но это же не одно и то же с витаминами. А БАД в себя заключает, может содержать и витамин, и минерал, и аминокислоту. Это общее название, собирательное название. То есть и витамин, и минерал, и аминокислота относятся к БАДам. Биологически активная добавка к пище. Я принимаю на постоянной основе, потому что я очень много работаю, у меня очень много мыслительных процессов. И чтобы поддерживать себя в активном состоянии, приходится принимать витамины, заниматься спортом, вовремя ложиться спать. Ну, советы, конечно, прекрасные. Мы никто не хотим быть унылыми и грустными, мы все хотим улыбаться и побольше времени проводить с друзьями, радоваться. Давайте вот в завершение нашей передачи буквально несколько советов, чтобы каждый, кто, допустим, включил не сначала, а сейчас узнал, что ему нужно сделать перед весной. Что ему нужно сделать перед весной? Найти то увлечение, которое будет приносить позитив, радость, положительные эмоции. Это будет уже отводить вас от стресса и, значит, будет минимизировать потери витаминов, минералов, аминокислот, скажем так, да? Второе. Вовремя ложиться спать до 24 часов. Проснулся сегодня? Сегодня и заснул. Полноценное сбалансированное питание, физическая активность, хотя бы прогулочки. Уже будет хорошо. Спасибо вам огромное. А я напомню, мы беседовали с Екатериной Мацкевич, врачом-терапевтом, гастроэнтерологом, нутрициологом. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Анастасия Петрук. Объясняем СПВ.